Я вообще работаю в компании, которая делает браузеры, но, помимо этого, я очень люблю разные технологии, и, в общем-то, я вышел из верстки. Не знаю, как вам это говорит имя, Вадим Макеев, People's Bay, но, в общем, я когда это писал в бложек, сейчас организовываю конференцию, работаю на браузерную компанию. Сегодня хочу рассказать про графику для веба. В 2009 году я делал доклад, я тогда еще работал в Ярдексе, и тогда начинался этот гендерс-суббонник, такие классные мероприятия. Я делал один из своих первых докладов с ножом против паровоза. Это такая старая шутка в шоксифровой. Против лома нет приема, с ножом против паровоза. И паровозом был фотошоп, а ножом был, собственно, главный инструмент при старчике, который нарезает картинки. У нас же есть фраза «нарезаем картинку». С 2009 года прошло очень много лет, я плохо считаю, и очень многое изменилось. Я стал меньше верстать, но гораздо больше интересоваться графическими редакторами и графиками для веба, как технологиями и прочими. И я решил обновить свой доклад, и вот это премьера его, я впервые вообще... Слайд я вижу не в первый раз, но... В общем, графика. Суть вообще веба текстовая, то есть мы видим текстовые страницы, мы смотрим в интернет, мы читаем в основном. Изредка смотрим видео. Ну, потихоньку... Эффициенты разные смещаются, мы смотрим, то больше видео, то меньше текста, но тем не менее. Основное оформительское, основное коммуникативное средство в вебе — это графика. То есть вы, наверное, каждый из вас видел страницу без стилей и, допустим, знаете, что такое CSS за ангардом. Это когда с помощью разных CSS стилей и разных картинок абсолютно полностью преображается сайт, меняется его суть, меняется его настроение и так далее. Графика — это очень важно. Поэтому, если вы овладели совершенно с огромной уверенностью владеете CSS, JavaScript, чем угодно на свете, всякими другими сложными технологиями, да, может, HTML5, все дела, но не умеете нарезать картинку, не умеете сделать графику для вашего сайта, вы довольно паршивый разработчик. Все мы немножко умеем делать графику для веба, но я постараюсь рассказать о тех нюансах, о тех новых вещах, которые появились буквально чуть ли не на прошлый день. Самые очевидные вещи с самого начала, потом дальше будет более забавно. Растровая графика, ей уже 30 лет GIF стукнет, JPEG и PNG 20 лет стукнуло. То есть форматы старинные, и, в общем-то, до сих пор мало чего изменилось. Пытались придумать АПНГ, чтобы анимировать PNG, но так-то никому не понравилось, по-моему, правило Firefox. SVG придумали векторную графику аж 15 лет назад. Сейчас на всех .NET-магазинах, на всех Smashing-магазинах люди с огромными глазами пишут статьи. SVG такой классный формат, а его Петр придумал 15 лет назад. То есть ничего, на самом деле, нового нет, уже очень давно. И одно из самых интересных и новых в форматах графики — это WebP, формат который предложил Google три года назад. Это такое подмножество видеоформатов WebM. То есть они сделали круглёвый кодек для видео, альтернативный, свободный, под свободной лицензией. И подумали, а почему бы ещё не сделать формат для картинки? В итоге WebP соединил все преимущества существующих графических форматов. Он умеет и анимацию, он умеет и полупрозрачность, он умеет сжимать с потерями, без потерями сжимать. Он умеет тайлить картинку, то есть повторять её. То есть картинка содержит в себе 5 на 5 пикселей, а он внутри себя сообразит и размножит её. И в итоге вы вставите как будто фоновое изображение, хотя вставите картину. То есть много-много разных классных штучек, всякие мета-информации и прочее дело. Но вот пока поддержка у WebP около 40% по статистике can I use. Поэтому прямо так широко использовать прямо сейчас нельзя. Есть всякие... В принципе, если взять так хорошенько и напрячься, поставить плагины для Photoshop, поставить плагины для Internet Explorer, поставить плагины для Windows, поставить какой-то драйвер на MacOS, то поддержка WebP будет 100%. Но нужно очень сильно напрячься и поставить все эти драйверы. Я давяще ставил драйвер для Photoshop, он просто не завелся. Ну, в смысле, плагин для Photoshop, чтобы он мог с BackPair работать. То есть пока ещё вот так себе. И ещё один из форматов графика, который можно не считать таким форматом графика, но это Canvas. Это способ рисовать динамический растр. То есть мы берём и говорим растру, иди туда, рисуйся так, пиши таким-то сексом, но это всё остаётся растром. Это не масштабируется в ГСВК. Ну, в общем, один из альтернативных форматов графики, привязанных к JavaScript. И я уверен, что вы все слышали об этом, вы все знаете, что такое форматы графики, но каждый второй сайт, он либо фотографии в PNG выкладывает размером 2 мегабайт, либо сжимает логотип в JPEG, что на него страшно смотреть, либо не знает, как подготовить графику для ретины, либо вставляет SVG, что он виден только в одном браузере и так далее. Ошибок, связанных с графикой, очень много. То ли я зануда, то ли ошибок много. Но мне кажется, всё-таки я в меньшей степени зануда. Действительно, ошибок очень много с графиком. Собственно, про WP я вам рассказал. SVG сейчас становится всё более и более актуальным. Причём я ещё, знаете, год назад, может быть полтора, ходил, у меня есть много друзей в Яндексе, которые работают, они разрабатывают родные сервисы, там, авто, маркет, почта, ещё другие. Я говорил, ребята, а что вы SVG не используете? Они говорят, ну, знаешь, это так вот надо подумать, у нас совместимость такая. И тут Яндекс представляет новый проект «Острова», а там всё на SVG. У них строгое правило теперь. Все новые сервисы, с графикой должны быть на SVG и файлбенчатся в растер. Я сижу с приятелем в паре, который там авто руководит, и он мне рассказывает, как он с огромным восторгом рассказывает, как они сейчас с SVG возятся. Это так интересно, говорит. Там файлбейки, там сложности какие-то. Нужно замерить, чтобы он не тормозил, там, ещё что-то. Но тут же решаются проблемы с девайсами, у которых очень высокое разрешение экрана. То есть 15 лет назад придумали очень классный формат графики, который, если среди вас есть кто-то, кто ещё не пробовал разрабатывать, хотя бы внедрять иконки на основе SVG или какие-нибудь градиенты поставить, ещё что-то такое, то, пожалуйста, не упустите эту возможность. SVG — это очень простой формат. Это XML, в котором... На самом деле тот SVG, который вы, скорее всего, видите, когда экспортируете его из иллюстратора, из любого другого редактора, он будет гораздо страшнее, чем то, что вы видите. Но то, что вы видите — это единственное, что нужно. Просто SVG, XMLNS — всё. Внутри уже идёт непосредственно информация о графике. Об этом я чуть позже расскажу, про чистку и оптимизацию SVG. Но SVG — это очень просто. Это, на самом деле, как и штаймы. То есть, если вам нужно рисовать примитивы, вы пишете rect. Rect — circle, полигон и так далее. Какие-то примитивы. Если вы делаете простую иконку, её проще написать руками. Если вы делаете какую-то суперсложную, завихрастую штуку, её лучше нарисовать в иллюстраторе, допустим, или в другом редакторе векторном, а потом экспортировать в SVG, взять нужные части и скомбинировать опять руками. Потому что графические редакторы очень плохо экспортируют SVG. Они экспортируют так, чтобы потом этот файл снова можно было к нему вернуться и его снова начать редактировать в этом же самом редакторе. Поэтому они оставляют огромное количество мета-информации. У меня был отдельный большой доклад про SVG. Несколько лет назад я пытался возразить интерес к этому. Мне кажется, он немножко получился. В принципе, можно найти много информации по SVG, но я не буду углубляться. Про форматы мы поговорили, но в чём мы вообще редактируем эти форматы? В 2009 году я рассказывал примерно про вот такую ситуацию. Я говорил, что есть Photoshop. Вы не можете работать нормально с векторной графикой без полноценного векторного редактора. Потому что в Photoshop есть векторные инструменты, но они довольно-таки ограниченные и не очень логичные. То есть там можно нарисовать... Вы берёте перо, допустим, и рисуете какую-нибудь шейку. Потом кликаете случайно мимо, а эта шейка пропадает. И вы такой, а я что-то нарисовал, а где она? В слоях нет, нигде нет. Оказывается, есть специальная панелька shapes, и эта штучка спряталась, её нужно оттуда достать и прилепить слой. То есть работа с вектором в Photoshop, она... Ну ладно, в Photoshop я поругаюсь попозже. А с 2009 года кое-что изменилось. Прискорбная весть. Fireworks, редактор, в котором я впервые начал рисовать график для Web, и страшно... Ну ладно, в Photoshop я всерьёз понял, насколько классно соединён растр с вектором, я в Fireworks. Fireworks похоронили. Его по-прежнему можно поставить, его буквально по-прежнему можно скачать, но проект закрыли. Он развиваться не будет. Это очень прискорбная новость, поэтому... Ну, не будем минуты молчания устраивать. Глазички хватит. Осталось два гиганта, Photoshop и Illustrator. По-хорошему этого должно быть достаточно. Но есть ещё разные смешные редакторы. И чтобы люди случайно не занимались глупостями, я вот покажу эти иконки. Это Pixelmator, это Gimp, а это Photoshop Elements. Если к вам придёт начальник и скажет, давай мы вместо Photoshop купим тебе Photoshop Elements, он дешевле в 8 раз, вы скажете ему, не надо. Потому что вот эти редакторы... Этот редактор для фотографий с лёгкими подвознавениями в сторону редакторов для веб-графики. Этот редактор для фотографий 100%, а это недоразумение посередине. Поэтому ни в коем случае эти редакторы не используют, если работать профессионально. Удалить эффект красной глаз на фотографии, они справятся. Подредактировать какую-нибудь иконочку справится, но всерьёз экспортировать графику, надеясь, что она будет качественной, стабильной, и минимальных размеров, нужно использовать профессиональные пакеты, а не вот эти. Вернее, возвращаемся к Photoshop. Я сказал, что есть вот такие два редактора, Photoshop и Illustrator, и, в общем-то, особых вариантов у нас нет. Вам приходится с ними работать. Но большая проблема Photoshop в том, что он Photoshop. Этот редактор с самого начала был придуман и назван как редактор для таксирования фотографий. И количество фильтров, с которыми вы можете работать с растром, количество масок, теней, коррекций и работы с сырыми снимками, с фотокамер и прочее, а в последнее время 3D или ещё ретушь давным-давно появилась и многое другое наполняют Photoshop процентов на 98%. То есть это редактор для графики. Не для графики для веба. Это редактор для фотографий. И если у нас особо нет выбора, в чём работать, раз нам закупили адобовские пакеты, и дизайнеры рисуют свой дизайн в пакете для дизайнеров, и верстачкам тоже выдали Photoshop, то, хочешь не хочешь, приходится как-то выкручиваться. Я на всякий случай скажу, что есть альтернатива, но альтернатива Photoshop я о ней расскажу чуть позже. Что можно сделать с Photoshop, чтобы его приручить? Если вытащите все панельки из Photoshop, то получится вот такой ад. Все эти панельки вам не нужны. От силы вам нужно панелек 5. То есть ни Navigation, ни History, ничего, всё это не нужно. На самом деле, вот как выглядит панелька в моём Photoshop. Вот это всё, что есть у меня на экране. Она, правда, не такая большая, но поменьше. Вот эта вот штука у меня сиротливо в углу торчит, а всё остальное место свободно. Я настроил Photoshop под себя, я настроил Photoshop под верстальщик. То есть я настроил горячие клавиши. Во-первых, я удалил все горячие клавиши, которые были там, кроме copy-paste, кроме каких-нибудь таких вещей, которые прямо во всей системе работали. Я удалил горячие клавиши для печати, потому что я не печатаю из Photoshop. И так далее. То есть я целиком очистил этот список. И я подумал, какие горячие клавиши будут логичнее для всего, для каких-то панелей, попадушек, действий и так далее. То есть, допустим, в Photoshop не было горячих клавиш для того, чтобы скопировать стили слоя и потом вставить стили слоя. Если у меня красная кнопочка есть, а там зеленая, я хочу, чтобы это тоже стало красным. Я копирую стили слоя и то становится красным. В Photoshop нужно было выйти в меню, там еще штучка, скопируя слой, потом выделяешь слой, идешь в меню, вставляешь стили слоя. Я просто сделал Ctrl, Alt, Command, C, V, Z. В смысле очистить. То есть я просто подошел и заново переосмыслил горячие клавиши для Photoshop именно для верстальщика. То есть я взял напильник и доработал редакт. Вот такие панели у меня есть. Command, L — это слои, Command, I — это info. То есть можно выделить блок на страничке и понять, как у него размеры, координаты курсора, цвет и так далее. Слои с папками и шрифт. Как я вам говорил, веб это текст, поэтому текстов дизайнерских макетов бывает много. В общем-то я справляюсь четырьмя панелями. Когда мне нужно анимировать GIF, я вывожу пятую панель и потом закрываю ее. То есть это выкрывает 90% дел, которые я делаю в Photoshop. Четыре панели. На каждой из них повешена горячая клавиша. Я нажимаю Command, Command, L — слои, I, P, Characters. Для параграфа я повесил Command, Shift, P. Каждое, что хочется, может повесить. У Photoshop довольно гибкая настройка горячих клавиш. Разве что однобуквенные комбинации можно повесить только на инструменты, а не на панельку и еще что-то такое. В общем, возьмите Photoshop и запилите его под себя. Но мало запилить Photoshop под себя, надо еще понять, что на самом деле в Photoshop есть инструмент для верстальщика. Один большой инструмент для верстальщика. Один, но большой. Нож. В Photoshop по умолчанию спрятан под инструментом Crop, чтобы просто картинку обрезать. И вызывается тоже буквка C на клавиатуре. Я перематываю это на букву K, потому что knife через K пишется. И пользуюсь этим инструментом очень много. Каким образом я им пользуюсь? Я беру и с помощью этого штучки протягиваю вокруг нужных объектов, делаю вот такие смешные рамочки. Каждая такая рамочка, это не просто временное выделение, это объект поверх моего макета. И у каждого такого объекта есть... Этот объект можно не просто рисовать, перетянуть рамочку нужных размеров. Этот объект можно создать автоматически. То есть вы выделяете какую-нибудь свою кнопочку, и я назначил горячую клавишу Command-K. Я выбираю в слоях какую-нибудь кнопочку, нажимаю Command-K, и Photoshop сам считает размеры этой кнопочки и делает под нее маленький слой. И у этого слоя есть мета-информация. Я захожу информацию вот этой маленькой рамочки, которую я нарисовал ножом или автоматически скренировал, называю ее Picture, убеждаюсь, что у нее правильные размеры, нажимаю ОК, и все. И в каждой такой маленькой желтенькой рамочке, поверх каждой иконочки, поверх каждого объекта на моем Photoshop-домакете хранится мета-информация. Если я экспортирую, если я нажму Save for Web, и открывается диалог, и я экспортирую какую-то картинку, каждая желтенькая рамочка вокруг каждого объекта запомнит, с какими настройками я экспортировал каждую из этих иконок. Поэтому если одна иконка лучше смотрится в GIF, а другая в JPEG, то в этой желтенькой рамочке запомните вся информация об экспорте. Поэтому если я открою свой PSD через месяц, для того чтобы перерезать одну кнопку, мне не нужно было вспоминать, какие параметры сжатия я выбирал, как я их позиционировал, и что вообще дизайнер просил от меня тогда. Поэтому это единственный инструмент для верстальщика, для Web в Photoshop, и, пожалуйста, знайте о нем. Потому что я знаю, что многие люди делают макет плоским, берут маркови, выделяют, создают отдельный документ и оттуда уже экспортируют. А потом, когда им нужно переэкспортировать, они говорят, что уже забыл. С какими-то настройками, там был PNG24, PNG8, или GIF там, черт знает что. То есть Photoshop вам иногда помогает. Редко, но помогает. И тут совсем breaking news. Сенсация, сенсация. Бутвально 8, по-моему, сентября вышла обновленная версия Photoshop по 14.1, в которой появилась такая фича, которая дает мне право надеяться, что с Photoshop будет что-то лучшее, чем сейчас для верстальщиков. Это называется File Generate. Если вы пойдете... Вот, допустим, у вас открыта какая-то картинка. Вот такая, допустим. Красный квадрат, зеленый круг. И они у вас названы rent, допустим, и green.jpg. Вот вы прямо написали, какие файлы вы хотите видеть. Прямо в Photoshop. Red.png, green.jpg. Вы идете в File Generate и Image Assets. Просто ставите галочку, просто ставите галочку. А потом нажимаете сохранить. И что получается? У вас рядом с вашим PSD-шником получается два файла. То есть Photoshop сам берет, нарезает картинку в нужном формате, который вы написали, и называет ее так, как вы назвали слой. Угадайте, на чем это работает. Node.js. Программисты Adobe упоролись настолько, что, во-первых, они забросили свой скриптовый язык, который они использовали в своих пакетах. Во-вторых, они взяли самую модную технологию нынешних дней. И в-третьих, они сделали то, о чем верстальщики мечтали всегда. То есть каждый раз, когда вы нажимаете сохранить файл в Photoshop, он перегенерирует эти картинки. То есть кажется, в команде разработчиков Photoshop появился верстальщик. Или не знаю. Ну, в общем, это очень классная новость, и я пришел к вам с ней. Но это не единственная хорошая новость. На самом деле, Photoshop был не первым, кто попытался внутри себя сделать это. Есть некоторые утилиты-редакторы, которые это тоже умеют делать. Так вот, наверное, самая благая весть, и разработчики этого продукта, наверняка, могли бы выплатить мне какие-нибудь дивиденды за то, что я сегодня делаю, но они этого не делают. Этот редактор называется скетч. К сожалению, он работает только под Mac. И это единственная достойная альтернатива Photoshop, существующая со времен Fireworks. Под Windows нет, и вроде бы планов нет. Это такая, по-моему, европейская контора, Badgame Encoating, которая была известна парочкой редактором PhoneCase, еще чем-то таким. Вдруг они решили написать свой собственный редактор для графики. Написали, выпустили, народу понравился, и сейчас он бешеными темпами развивается. То есть, как только ко мне приходит какой-нибудь критик и говорит, вот в вашем скетче нет импорта PDF, на следующий день выходит релиз с импортом PDF. И я такой смеясь показываю, когда релизнулся. С бешеной скоростью развивается. Редактор весит, по-моему, дистрибутив 8 мегабайт. И он работает на уровне поддержки примерно Fireworks. То есть, там и растр, и вектор одновременно, там встроены сетки, там векторы, слои, страницы, экспорт для ретины, экспорт просто так нарезка, редактирование SVG, хороший экспорт SVG. У меня пальцы кончились, понимаете? Проще попробовать и убедить начальство купить Mac. Стоит на 45 баксов или 1700 рублей, за комплект Photoshop плюс Illustrator я в месяц плачу 1500 рублей. В месяц. А за одну вот эту штучку я заплатил 45 баксов. И теперь пользуюсь ей каждый день. Но Photoshop и... О, знаю. Мне сказали. Но Photoshop и Illustrator, к сожалению, вынужден использовать каждый день, потому что есть исходники в PSD и так далее. Это звучит немножко странно, но ребята за 45 баксов предлагают вам альтернативу Photoshop. Вот так выглядит интерфейс. Интерфейс очень простой, в стиле матовских по всем гайдам Mac OSI. Все объекты имеют имена, координаты, размеры, все цифры очень явные. Попробуйте в Photoshop прозрачно отредактировать размер блока. Вы ткнете в поле, а он вам говорит 100%. Вам приходится руками писать 25, и он тут же поставляет проценты, блок прыгает. Пока вы напишете пиксели, на экране говорится безумие. Здесь все в пикселях. Если вы хотите, вы можете сделать проценты. Насколько я знаю, насколько я предполагаю, в этом редакторе используется движок WebKit для рендеринга некоторых вещей. И поэтому, когда вы применяете какие-то стили для слоев, вы можете правой кнопкой кликнуть по этому слою и спросить скетч скопировать CSS для вас. То есть, если вы нарисовали клевую кнопку с градиентом, рамочкой, с тенюшкой и текстом Miriac Pro 12px Bolt, у вас в буфере отмена появится CSS для того, чтобы сделать эту кнопку в браузере. А еще для любителей сеток в нем есть генератор сеток. То есть, вы можете просто накладывать себе классную сетку модульную, и он ее расставит вам по экрану. В фотошопе модульных сеток нет, есть плагины разные, которые используют безумные циановые, голубенькие направляющие, которые делают страшную музыку нашу. Здесь есть отдельная система сеток, отдельная система страниц, отдельная система экспорта и т.д. Если кто-то не верит в возможности скетча как редактора, я дам ссылки в конце. Они в скетче нарисовали интерфейс последней iOS 7. То есть, там, конечно, нет стежочков и всяких там мятой шагреневой кожи. Но, в принципе, можно понять, что все это легко рисуется в редакторе, значит, он мощный. Ну, или вот этот очень близко приближенные, близко увеличенные настройки, иконка с настройками iOS. То есть, видно, что тут вектор, тени, градиенты, удобная файловая структура, никакого мусора, ничего. Редактор классный, поэтому придите и продайте вашему дизайнеру. Ну, в смысле, прорекламируйте. Потому что, во-первых, вы сможете сэкономить денег, во-вторых, сил, в-третьих, здоровье. Да, и здоровье тоже. Помимо нового клёвого редактора Sketch, который, я надеюсь, вам прорекламирует очень хорошо, достаточно хорошо, чтобы вы поверили, есть еще некоторые утилиты, мало известные на самом деле, которые помогают верстанчикам и лично мне, и моим коллегам в ежедневной работе. Они тоже, в основном, закончат заточенный подмог, но, раз уж мы все переходим на Sketch, вот этот незаменимый свет-эпископ, который выбирает цвет, измеряет на экране, увеличивает экран, делает превью разных размеров телефонов, может имитировать слепоту разного типа на отдельной рамочке. То есть там инструментов зашибись, я пользуюсь тремя из них, на остальные 13. Я даже боюсь смотреть, потому что она очень навороченная штука. Очень классная утилита. Когда я искал иконку для нее, я внутри ресурсов программы нашел до 5 штук. Разработчики пошутили и положили запасную иконку с декором. Отключения. Знакомый человек делает очень классный пикер цветовой. Там удобно настраиваемая штука, удобно настраиваемый формат рубра цвета. То есть, если вам нужно в 16-ричной схеме получить цвет, вы просто нажимаете комбинацию и получаете его. Если вам нужно в RGBA, вы во время клика нажимаете Alt, то он вам в буфер обмена записывает в нужном формате RGBA, допустим. То есть гибкий кликер цветов для экрана. И более навороченная штука называется CSS-Head. Вот если вы используете Photoshop, все еще, то вы можете пойти на сайт CSS-Head, заплатить там денежку какую-то, не очень большую. И для Windows и для Mac вам дают ссылку на утилиту. То есть это работает не только на Mac, но еще и на Windows. Это ставится как экстеншн для Photoshop. И в Photoshop у вас появляется панель, которая позволяет вам делать что? Если вы рисуете интерфейсные элементы в Photoshop не просто по пиксельным точечками, это будет большой кусок растра. Если вы используете стили типа stroke, gradient, inner shadow, outer shadow и так далее. То есть есть такая буковка F в панельке слоев. Вот если вы используете стили или ваш редактор использует стили, то вы можете просто взять и скопировать стиль с помощью CSS. То есть прямо из Photoshop можно копировать стили, градиенты, рамки, шрифт, скругление border radius, еще что-то такое, цвет фона и так далее. Причем это можно делать в разной синтетисе. Вы можете сделать less, CSS, sas, stylus, stylus, CSS. То есть панелька встраивается прямо в Photoshop, правой кнопкой по слою скопировать стиль для него. Это чуть менее круто, чем в скетче, потому что скетч знает чуть больше свойств, насколько я понимаю, и более точно их мапит на CSS. Но если у вас Windows, если у вас Photoshop, эта штука может вас спасти. Здесь ничего не нужно делать специально. Просто нужно попросить дизайнера, чтобы он использовал встроенные средства Photoshop для оформления интерфейсной графики. Иначе программка не разберется, что нужно копировать в CSS. Есть еще более, ладно, не более, но тоже от той же самой конторы, что это сделает CSS Hat. Ребята молодцы. Они сделали еще такую штуку, как Enigma 64. Тоже Mac, тоже Windows. Более простая штука, но у вас в Photoshop проявляется панелька, и с помощью нее вы можете прямо из этой панельки экспортировать графику. То есть вы, не знаю, держите, выделили слой с какими-то реакторной иконкой, с тенюшкой. Открыли эту панельку, нажали, я хочу PNG. Раз, и у вас на рабочем столе появилась PNG. Причем уже оптимизированная PNG. Не фотошоповская PNG, которая весит три раза больше, потому что там, не знаю, подушек и вата натолкали, а именно настоящий, чистый, хороший. Вы можете всю видимую область экспортировать, выбранные слои или просто выделение. И, соответственно, вы можете не только экспортировать файл, но еще получить P64. То есть, если вы используете прогрессивные техники, вы прямо в CSS своем используете, вставляете картинку в виде закодированные строки для улучшения запросов и прочее, вы можете прямо в этой штуке получить. То есть, одна панелька для экспорта в файлы P64. Тоже стоит денег, но денег стоит абсолютно на 100%. Если вам все еще дорог Photoshop, или у вас нет выбора, то эти две утилиты CSS-Head и Enigma 64 вас спасут. Они стоят не очень дорого и кроссплатформенные. То есть, достаточно кроссплатформенные. Есть еще утилита Slicey. Она тоже интересным образом работает, более похожа на то, что делает Photoshop. Кстати, когда я говорил про Photoshop, я забыл сказать, что кроме того, что вы можете написать icon.png, вы можете написать icon.png, собачка 2x, вы можете написать коэффициент, он увеличит, уменьшит картинку и так далее. То есть, Photoshop в виде имени слоя можно давать очень много параметров, и он с помощью них экспортирует и наворотит вам такого экспорта, что вам ничего не нужно будет делать. Это большой плюс. И у них еще есть экспериментальная поддержка WebP и SVG. То есть, Photoshop пока стесняется об этом говорить, но в следующих версиях, видимо, он будет экспортировать WebP и SVG нативно прямо оттуда. Собственно, Slicey. Вы специальным образом называете слои в Photoshop, закрываете Photoshop, кидаете файл на эту картинку, на окно программы, и прямо в окне программы появляются иконки. Как только вы Photoshop файлы сохранили снова, эти иконки обновляются. То есть, утилита, которая позволяет вам экспортировать... У нее тоже очень много настроек. Она может экспортировать для Retina, она может экспортировать целую область и так далее. Одна из альтернатив для быстрого и постоянного экспорта из Photoshop. Slicey. Это MacRabbit, ребята, которые сделали Espresso, ребята, которые сделали CSS Edit, старинный редактор, очень хороший для CSS. В общем, славную традицию продолжает. И главное, вкусные. Это плюс. Оптимизация. Когда вы картинки все эти такие наэкспортировали, целый ворох, их нужно оптимизировать. Photoshop экспортирует иллюстратор. Картинки очень грязные. То есть, дописывает случайные строки, пустые группы, какие-то непонятные чанки, какие-то там штукоры, какие-то цветовые профили, которые вообще не нужны. То есть, они никогда не думали о том, чтобы экспортировать график вам очень чисто. И поэтому даже из хороших редакторов, зачастую, стоит оптимизировать. Типа Sketch. Sketch гораздо чище экспортирует, чем Photoshop, но все равно за ним тоже нужно подчищать. Оптимизация делится на два типа. Умную и тупую. Умная оптимизация, когда вам приходится работать собственной головой. Такой иногда бывает в работе просто. Тут, на самом деле, маленькие три совета. Вы читаете две статьи, я дам ссылку на презентацию, можно будет попить по ссылке. Вы читаете две статьи, одна в трех, другая в четвергсях, Сергеевичу Куенку, про JPEG и PNG. Вы понимаете, какие форматы работают? Тубо понимаете, что у JPEG есть сетка, у PNG есть определенные преференции в виде, что им нравится больше, чем вертикал, чем горизонтальный, и что-то еще такое. И нам вообще нужно понять принцип комбинаторий. Если вам дизайнер дал большую картинку, 800 на 600, на которой наляпано много разных объектов, не просто вырезаете эту картинку и вставляете, типа JPEG, наверное. Попробуйте подумать, может быть, эту картинку можно разделить на три части. Задний будет размытый JPEG, сверху будет PNG-24 какой-нибудь с полупрозрачностью, и в итоге эта картинка будет весить в пять раз меньше, чем если бы вы просто пахнули одним большим куском. Поэтому думайте, как оптимизировать картинки и понимайте форматы графики. Это умный способ оптимизации. Есть тупые способы оптимизации, когда вы просто берете программу, открываете, поставите туда файл и ждете, пока она оптимизируется. Лучшая программа для MacOSI и для оптимизации картинок это ImageOpting. Она имеет интерфейс, вы просто бросаете в окошко, она там крутит, думает, перебирает через все возможные сжиматели PNG, GIF и JPEG, выбирает лучший результат, нагревает ваш компьютер немножко, но выдается чистый экран. И если вам нужно поваловаться с JPEG, в JPEG mini есть тоже хорошие возможности встроения, хотя ImageOpting в основном открывается. Если вы занимаетесь серьезными проектами, у которых есть процесс сборки, оптимизации, процесс выкладки, где кругом стоят вотчеры, кругом какие-то пакеты стоят, все собирается, вам, скорее всего, понравится использовать консольный утилит. И одна из лучших консольных утилит для оптимизации картинок, написанных в Яндексе, это imgo. Опять же, идете по ссылке и просто гуглите слово imgo. Это ImageOptimization. Утилита консольная, которой просто скармливается папка, и ваши картинки делать с ними страшно, но они становятся гораздо меньше, не теряя визуального качества. Она умеет делать много других хитрых вещей, можно почитать параметры. Насколько я понимаю, это такой бульон, куда написаны разные утилиты, это всё, по-моему, написано на Ruby, обвязка. В общем, безумная штука, написали её в Яндексе. Ещё одну безумную штуку тоже написали в Яндексе, называется svgo. Если вы экспортировали из иллюстратора файл, который весят мегабайт с какой-нибудь шикарной иконой, то svgo, скорее всего, сделают из этого файла 100 килобайт. Потому что иллюстратор невероятно грязный экспортировал svgo. То есть нельзя комментарии оставлять, какие-то пустые строчки, пять пробелов подряд, ещё что-то такое. А эта штука логическая, она не просто тримит пробелы или убирает лишние запятые, она понимает, какие элементы не повлияют на отображение. Эта штука написана на ноте, она по npm-пакет тоже запускается и очень удобно встраивать свою систему сборкой картинок. Тоже написана в Яндексе. Я, конечно, присылаю в любопытные порты. Ну, в общем, и даже в это развивается. Если вы очень серьёзно занимаетесь сборкой, если вам нужно иметь статические версии в вашем CSS-е пути B64, если вы паритесь по поводу кэширования картины, версионирования картинок, то есть ещё хорошие утилиты для сборки статики, не только для картинок, а в основном для CSS-а и любых текстовых файлов, называется сборщик. Но, в частности, у них есть фишечки для работы с картинкой. Тоже индексовые штуки, они в последнее время делают вам хорошие. Ну и, соответственно, если вы собираете спрайт, и вам нужен компас, потому что он умеет это делать, вам придётся использовать SAS или SCSS, и корпус вместе с ними. Но спрайты... В 2009 году я показывал вот такую картинку. Это был сайт apple.com, или там был iCloud, или MobileMe, ну, в общем, что-то было в 2009 году. Очередной веб-сервис от Apple. И у них был спрайт высотой 6000 пикселей, и они использовали две картинки на всём сайте, они молодцы такие были. Но сегодня, если у вас сайт работает через спиди, и вы вставляете картинки через дата булли, то смысл спрайтов всё меньше и меньше. Иногда они даже могут повредить производительность вашего сайта и приложения. Поэтому не нужно пихать всё в спрайты без раздумий, а почитайте про спиди, и как он работает по сравнению с HTTP, со запросами, и где спрайты можно не использовать, а лучше использовать B64, допустим. Ну а с CSS всё довольно просто. Если вы умеете работать с CSS, то половину графики вы можете не рисовать и даже не просить у дизайнера, вы можете просто сами её воспроизводить. Я покажу на какие-то самые свойства, которые недооценили, допустим. Ну, допустим, клип. Вы можете позиционированному объекту делать масочку такую для него, квадратной формы. Иногда это здорово помогает делать очень классные вещи. Box shadow можно написать через спиду, и можно написать 25000 box shadow, причём ровно, без размытия, и вы сможете сделать полосатый круг. Или тот же самый border radius, это банальная вещь, но border image умеет пользоваться 2-3 человека из 10. Вот, например, маленький пример. Эта штука сделана целиком на CSS, и такая кривая в CSS невозможна. Но я помучился и сделал очень забавную вещь. Я сейчас откачу обратно все свои стили. Иду обратно. Это, на самом деле, такой элемент, спозиционированный рядышком с обычным делом, у которого там border radius и так далее. Но на самом деле это вот такой элемент, который обрезан, а на самом деле это вот такой элемент. То есть я взял кружочек, вернее, квадратик, сделал он border radius, сдавал он box shadow, потом обрезал его с помощью overflow hidden, ну, потому что он стал квадратным, overflow hidden, а потом ещё сделал клип, и получилась вот такая штука. То есть на CSS можно рисовать, грубо говоря. То есть я не предлагаю вам рисовать камеры Simpsons с помощью 60 тысяч элементов B, там, поточечные. Но вот такие вот вещи, чтобы имитировать те кривые, которые невозможно сделать в обычной CSS, делайте. И это fallback-ится на обычный квадрат. То есть если браузер не умеет делать клип, а он умеет практически все, если он не имеет какой-нибудь свойства, которое вы используете, будет просто пустое место. и вот, допустим, если вам нужно сделать большую сложную тень, то вы можете использовать border image. Вот это исходник картинки, которая растягивается на безумное количество... То есть у вас, допустим, на странице есть блок, там, не знаю, 1000 на 18000 пиксель. И для того, чтобы у всей этой картинки была прекрасная, милейшая тень сзади, нужен всего один вот такой исходник. Дальше вы вставляете его в border image таким образом, border image, и указываете, каким образом он будет растягиваться. И он расставляет уголки по бокам, а промежуточки затягивает специально обозначенными на этом исходнике тенюшками. Всё. Один вот такой файл для того, чтобы сделать огромную бесконечно растягивающую сетель. Border image — это очень крутое нет, недооцененное свойство. Обязательно посмотрите эти ссылки. Это моя первая презентация, там было больше информации про старые времена и полезные вещи. Коллективный PSD, дайте почитать своему дизайнеру обязательно. какой-нибудь коллективный PSD. И Discovering Sketch — это очень классный пост, где объясняется, что такой sketch, почему он круче, объясняется гораздо лучше, чем я объясню. Спасибо. И вот, собственно, где презентация? Soccer.me — это Knife Train. Там можно посмотреть на все ссылки, прокликты и так далее. Это презентация в вебе лежит, работает в браузере. Это я в Twitter. Это мой сайт. Мне кажется, у меня нет времени на вопрос. Можно обратно? В принципе, самое главное ссылки, потому что все остальные ссылки содержат внутри этой ссылки. Inception. Inception. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...